Нажимаю старт. Ну что ж, всем доброго вечера. Спасибо, что вы сегодня ко мне пришли. И мы подведем с вами итоги, немножко разыграемся и поговорим же, как стать драгоценным директором. Почему я завела такую тему? Потому что меня спрашивают новички и вновь пришедшие лидеры на работу и говорят, Аня, вот вы всем говорите, как стать директором, а как же стать драгоценным директором? Расскажите мне, пожалуйста, расскажите. И так получается, что на самом деле мы с вами почему-то всегда ставим цель директор, а ведь драгоценным директором, на мой взгляд, стать проще. И сегодня мы с вами постараемся все это перевернуть. Перевернусь ног на голову. О, новоиспеченный вип-консультант зашел. Будем Танюше сегодня поздравлять. Умницу красавицу. Танюша, привет, привет. Вот, ну что ж, и поехали с вами. Итак, конечно же, подводя итоги по первому каталогу, я не могла не отметить два классных факта. Во-первых, у нас с вами появился новый серебряный вип-консультант в структуре. Это второй вип-консультант для нашей молодой структуры вообще на всем проекте по счету. И я очень рада, что этот вип-консультант серебряный именно в нашей структуре – это круто, это круто, это радость. И когда я это увидела в распечатке, для меня это было так волнительно, для меня это было так приятно. Ну, сами, наверное, понимаете, да. Я помню то время, когда в моей структуре открылся первый директор, и я сидела и ревела от счастья. Когда в моей структуре открылся первый драгоценный директор, честное слово, мне нужно было вести вебинар, а у меня тряслись руки. У меня тряслись руки, и я не понимала, как. В моей структуре есть серебро, в моей структуре есть золотой директор, в моей структуре есть старший национальный, рубиновый директор, да. И это так приятно, это так захватывает, потому что мы же с вами очень молодые, нам всего три годика, да, ну, лично в моей структуре, да, всего лишь три годика, и это круто, когда у нас есть уже такое огромное количество директоров, старших директоров, серебряных директоров, золотых, рубиновых и даже старших национальных. И это, конечно, очень приятно, это завораживает, это круто, это здорово. И это неописуемый для меня восторг, что приходят люди, которые легко со временем также легко смогут нас повторить, как когда-то мы повторяли своих драгоценных директоров, догоняли и так далее. И, конечно же, всё сейчас именно в наших руках. Сейчас, конечно, новый век, новые технологии. И вот тут обязательно хотелось бы с вами поговорить по поводу, прошу прощения, по поводу того, что очень часто в последнее время, не знаю по каким причинам, но я начала слышать очень интересные и странные для меня вещи, что, ой, иконы новые молодые, амбициозные, работают вдвоём, они первые пришли в компанию, и из-за этого у них такой рост, и их никто не сможет повторить. У меня такое ощущение, почему же мой регистрационный номер под номером 703-386-938. Это же сколько до меня людей зарегистрировалось в компанию. Есть ведь люди и под номером 1, и под 5, и под номером 10. И я так была удивлена, почему именно про Кононовых такие вещи говорят, что их невозможно повторить. Вы знаете, я с вами немножко сегодня подкровенничаю, когда я начинала свой бизнес, мне особо-то никто не помогал. Мне больше-то ставили палкой в колёс, потому что я до этого была в другой компании, и у меня там, ну, грубо говоря, ничего не получилось, и вся квартира была завалена этой продукцией, да, той компании. И так получалось, что мне говорили, да сколько можно уже таскать в дом, мы скоро будем шампунь на хлеб намазывать. И на самом деле, когда я пришла в Фаберлик, мне никто не верил, за мной никто не пошёл, да. И вот сейчас самое важное понять вам, что сейчас новый век новых технологий, да. На 11-м задании для всех, кто делает 50 палок, вам даже робота даёт, да. За то, что вы получаете увеличенные скидки в компании Фаберлик, да, за то, что вы променяли магазин с улицы на компанию Фаберлик, вам за это даже роботов будут выдавать бесплатных, абсолютно работающих в Инстаграме, да. То есть самое главное вам добраться до этого 11-го задания, да, то есть даже вип-консультантом быть не требуется для того, чтобы взять себе вот такую мощную штуку. Мы им уже пользуемся, честно скажу, и уже где-то пару недель, да, пару недель мы им пользуемся, начали свежие новые подписочки появляться, начали какие-то люди живые на нас подписываться и так далее. То есть я вижу, что оно работает. Оно работает и буду рада поскорее, чтобы вы до 11-го задания добрались, да. То есть всего у нас с новым обучением 10 заданий, 11-е уже, вот. Ксюш, ну на самом деле я немножечко его потестировала, немножко потестировала, мне он понравился. Вот, что еще хочется сказать? Что значит нельзя повторить кону новых, нельзя повторить их успех? Что такое драгоценный директор, да? По-русски говоря, это руководитель руководителей, да. Вы должны это понять, что на работе понятие руководитель руководителей – это какое-то вот такое крутое понятие, да. То есть это поорал, и все бегают, все работают, да. Чем больше орешь, тем лучше, да, на людей. У нас же это немножечко по-другому. У нас это связано с заботой, с умением замотивировать, с умением, как даже сказать, уметь себя преподнести в соцсетях так, чтобы вы знали и понимали, что вы даете людям успех к росту. То есть смотрите, если вы, допустим, сидите тихо, мирно, нигде не рекрутируете, ничего не снимаете, вас нигде нет, вы только рекрутируете, то тогда будет очень сложно стать… Так, кто это там у нас? Антошка, я забыла двери закрыть. Ну, теперь говори привет команде. Привет. Закрывай давай. Я забыла, правда, косяк мой. Да, то есть вот. Оль, где идет эффект, там и работай, остальное просто осваивай. У тебя очень хорошо идет рост, мы тебя ждем в директорах по итогам этого или следующего периода. У тебя отличные тенденции для роста, ты уже все, ты топ-лидер, давай расти, вырастай поскорее. Где идет рост, там и работай. Остальное пусть у вас будет как, как сказать, как подработка, как изучение чего-то, да, то есть не обязательно сейчас бросать все методы, которые у вас работали. Вот Оля Лапина на 19% вышла, да, по итогам прошлого периода, первый раз 19% сделала, где у вас идет результат, вы не прекращайте так работать, но вы просто добавляете новые методы для работы, которые мы вам рекомендуем. И вам на самом деле вот еще лучше, еще проще, еще интереснее работать и зарабатывать. Вот. Какие директора? Не поняла вопрос. Да, 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 Олечка, это самое главное, не свернуть с того пути, где хорошо идет, да, то есть вот. И, конечно же, в послепраздничный каталог я не ожидала, что у нас будет много новых званий, это очень приятно, спасибо вам огромное, вы нас всех так порадовали, мы гордимся тем, что у нас такие прям суперлидеры в команде есть, кто-то отдыхает, кто-то говорит, ой, у меня ничего не получится, все, все там, как это мне одна девчонка написала, сейчас процитирую. Ань, так все бухают, что рекрутировать-то? Все бухают. Я так удивилась, я говорю, кто все, кто все? Я говорю, если вот я, к примеру, бокал шампанского на Новый год выпила, это что, уже все, я 10 дней отдыхаю? Да, то есть вот такая вот ситуация получается, да, и кто-то делает новое звание, я смотрю, мы их практически ежекаталожно поздравляем, а кто-то, да, говорит, ой, да еще рано, да еще это, да еще то, да, то есть получается, что выстроенную структуру начинают, грубо говоря, расшатывать не поддержкой в глубину, да, вот, добрый вечер, вот, и, конечно же, пять новых топ-лидерских заявок в послепраздничный период говорит о том, что все-таки система роста работает в любое время года и в любой праздник, как вы это увидели, да, и извините меня, конечно, Новый год можно отмечать до самого 8 марта, да, никто это не отменял, ваше право отмечать, но все-таки, когда вы увидите, что за период роста открываются топ-лидеры, открываются директора, все-таки задумайтесь о том, что все-таки без разницы в какое время работать, у меня даже 31 числа была регистрация, да, и я проводила эту регистрацию 31 числа, когда мы вернулись из Динки и парка с детьми, и это нормально, я дала первое задание, да, вот, далее, новичков к нам пришло за 21 день 3269 человек, отличный показатель в посленовогодний период, отличнейший показатель, это 155 человек в сутки, сейчас к нам уже, так как многие отпраздновались, отбухались, вот, как мне сказали, но тоже, да, интересно, это, конечно, уже 180-190 человек в сутки, это уже, как бы, я вижу, что идет подъем, вот, поэтому все огромные молодцы, кто работал, низкий вам поклон, я тоже работала, я тоже трудилась, все вы, наверное, это видели, я была и в чатах, и везде, и держала руку на пульсе с новым обучением, также у нас с вами, конечно же, стартовало всего лишь за 13 дней 3 новых марафона, да, 3 новых марафона, и стартовало еще и новое обучение 9 января, абсолютно новое, оно поменяно на корню, и вы должны сейчас понимать, что кто его еще до сих пор не прошел, прошу пройти, иначе вам будет сложно обучать ваших людей, не вам будут задавать вопросы, а вы не будете знать ответы, потому что вы сами еще не прошли, очень важно тратить сейчас хотя бы по 2 часа в неделю на перепройдение, на переизучение, прошу прощения, да, материалов, которые вы уже изучили, вам кажется, что там не так-то много все поменялось, но на самом деле поменялось на корню все, все спикеры изменились, да, то есть все-все-все, поэтому давайте же с вами наших новичков обучать качественно и знать, чему обучают их проекты, обучение классное, да, вам понравилось, кому еще понравилось новое обучение, скажите, пожалуйста, да, мне тоже понравилось, оно стало легким, вы, наверное, все заметили, что новичку раньше давалось перед тем, как он создавал базу для работы, рабочие странички, брендовые странички и так далее, ему давалось YouTube, сейчас этот YouTube перенесен более глубоко вдаль, потому что мы решили для начала сделать упор все-таки на создание базы для работы, все заметили, кто заметил, кто нет, поставьте плюсики-минусики, я буду видеть, кому я полезное дело сделала, кому я это рассказала, так, все видели, молодцы, отлично, да, по второму кругу обучаться пошли, да, ну, все-таки мы, да, подумали, решили, что все-таки YouTube лучше немножко подальше, да, емкое, исчерпывающее обучение, вот, и сейчас скажите мне, пожалуйста, еще такое, в новом обучении, что вам нравится, что нет, потому что вот некоторые директора пишут, что слишком маркетинг-план стало сложно посчитать по обучению, слишком сложно, слишком мало рекрутинговых роликов по одноклассникам ВКонтакте, вот, немного непонятно, да, но ничего, у тебя отличнейший директор Ириночка, который тебе все разжует, прям при созвоне, Оля вообще умница, вот, все хорошо, да, нет вообще никаких вопросов, спасибо огромное, вот, после созвона все понимают, наоборот, с маркетингом, все, супер, а вот и Олечка у нас, вот и Олечка у нас, да, Оля, мотай на ус, новичок запутался, а может уже и лидер, итак, итоги каталога номер один, новые вип-уровни, давайте же сейчас поздравим дружно-дружно нашу дорогую Ириночку Гончарову с серебряным вип-статусом, это круто, это невероятно классно, вот, Ириночка с нас, конечно же, подарочек для тебя, вот, это 50 периодов подряд, подряд, без перерыва, неважно двухнедельный каталог, трехнедельный каталог, Ирина делала не менее 100 баллов личного объема, это просто тот случай, когда реально нет слов, на самом деле, Ириночка, ты огромная молодец, я горжусь, что в моей структуре есть лидеры, которые превзошли нас, то есть Ирина, мы еще не серебряные вип-консультанты, да, с Антоном, а Ириночка уже серебряный вип-консультант, и это круто, это круто, когда ваши новички уже не новички, и они уже становятся круче вас на уровень, и это награда для меня, как для лидера, это огромная награда, Ириночка, огромное тебе спасибо, что ты нас порадовала, я вышла запись этого вебинара Ириночке, потому что, к сожалению, ее на вебинаре сейчас нету. Ирина, желаю тебе, конечно же, поскорее открыть старшего серебряного драгоценного директора, и, конечно же, ездить с нами в разные страны мира. Да, серебряный вип-консультант, это сильно, это труд, это уважение, это заслуживает огромного восхищения, так ведь, дорогие коллеги, это невероятный результат. И у нас теперь с вами два веб-консультанта на проекте, это Танюш Сафронова, Рубиновый директор, и Ириночка Гончарова, поэтому молодец. Светлана Кобякова, Анна, мне непонятно, почему первое задание открывается только после получения лендинга, то есть после заказа, я уже задавала этот вопрос. Не знаю даже, но в принципе у нас же есть письмо привет, которое мы посылаем людям в соцсети, там они уже активируются и все такое прочее. Зачем открывать обучение раньше времени? Свет, давай мы с тобой по этому поводу, может быть, личку поговорим, или в конце вебинара. Да, мне кажется, смысла учить без заказа нет, а как создавать странички, в принципе, можете выслать видео, ничего страшного нет. Да, то есть давай мы с тобой пока начнем создавать странички, как будешь готова активироваться, а тогда мы с тобой и будем открывать задание. Да, то есть вот смысла нет даже неактивированному лидеру лендинг открывать, потому что лендинги, они исчезают через два каталога после того, как лидер вообще заказы не делает, даже если активированный лидер, да, не делает заказов. Поэтому смысл им выдавать учетную запись, все такое прочее, если человек даже с продукцией не знаком. Как можно работать, быть незнакомым с продукцией? Как? Никак. Никак. Нужно ее полюбить, ну хотя бы не полюбить и хотя бы знать, какой гель для душа чем пахнет, да, хотя бы самый основной ассортимент. Вот, далее. Новый вип-консультант 4 уровня Жанна Куликова. Это вип-консультант, который более 18 периодов подряд делал ЛО 100 баллов. Поздравляем Жанночку, желаем статусы серебряного вип-консультанта обязательно. Жанна огромная умница. И, конечно же, наш директор Танюша Гартингер, вип-консультант, 4 уровень. Танечка, ты огромная умница. И, конечно же, ты и твоя команда очень часто мелькают в поздравлениях. Очень часто вы занимаете престижные места на доске почета. Конечно же, ты огромная умница. Ты двигатель своей структуры. Ты постоянно собою подаешь пример, который нужен твоей команде. Ты не только добра к ним, ты не только лучик света в своих чатах. Потому что Таня – это каждое утро. Доброе утро, моя дорогая и любимая команда. Каждое утро, что бы ни было, она всегда свою команду вдохновляет на новые подвиги. И, конечно же, Танюш, низкий тебе поклон за такое отношение к своей команде, потому что твоя команда абсолютно самостоятельно растет. Ты огромная умница. Желаем тебе не только стать вип-консультантом четвертого уровня, желаем тебе, конечно же, поскорее квалифицироваться каждый год, чтобы с нами везде кататься. И, конечно же, ждем тебя в Турции. Итак, итоги каталога номер один по новым топ-лидерским квалификациям. У нас с вами есть новый старший лидер 12% Елена Горинова. Ну, что могу сказать про Леночку? Это добрая, милая девчонка, с которой мы, в принципе, виделись в, как даже сказать, в Казани. Забыла это слово, кошмар какой, да? Мы виделись в Казани, да, то есть она ходила с нами и по всем ресторанам, и на форумы она с нами ходила. И, конечно же, было очень-очень приятно, когда вот люди, которые тебе знакомы, открывают новые статусы. Лен, мой тебе совет от чистого сердца. Оставайся такой же доброй, и у тебя все будет получаться дальше, потому что только добрые лидеры хорошо и быстро растут. Итак, новый старший лидер Роза Дудбаева в Казахстан, город Астана. Роза, поздравляем тебя, у тебя отличная наставница. Вот, да, это гордость Натальи Анисимовой, да, Наташа вот вышла на директора, и теперь ее лидеры становятся топ-лидерами. Поэтому, Наташ, драгоценный статус с тебя? С тебя драгоценный статус. Пора-пора. Засидела с директора? Ты уже что, три каталога или четыре, директор? Давай, пора в серебро. Серебро, серебро. Да, поздравляем Розу, отличная девушка, всегда задает вопросы коротко, только по делу, видно, что работа у них в чате кипит, они друг другу помогают. Вот, всем ли меня слышно, дорогие коллеги? Вот, далее, значит, из той же команды, из команды Танюши Куснодиновой, тоже Казахстан, да, Казахстан у нас в этом каталоге прям рулит, да, в прошлом каталоге Беларусь блистала, в этом каталоге Казахстан блещет, да, вот. Новый вице-директор, 15%, это полторы тысячи баллов по структуре, это уже полпути к уровню директора мы прошли с Наташей. Итак, Наталья Дольберг, Казахстан, город Полтавка, новый вице-директор, 15%. Новый вице-директор Беларусь, все равно в этом каталоге немножечко решила о себе напомнить, поздравляем, конечно же, директоров, таких классных топ-лидеров, почему? Потому что, конечно же, директора в этот момент такой структуры, такой сильной команды, которая практически каждый каталог, да, открывает новое звание, конечно же, они ликуют, конечно же, они там танцуют и очень-очень счастливы. Топ-лидер проекта, вице-директор, 15%, полторы тысячи баллов по структуре, Анастасия Кухаренко, Беларусь, город Полоцк. В прошлом каталоге мы Настю поздравляли с 12%. Сколько сделала процентов Настя Прироста? Сколько сделала баллов Прироста? Сколько баллов? 500! 500 баллов! Круто! Молодец, Настя! Умница! Желаем поскорее открыть директора, желаем поскорее открыть квалификацию на Турцию. Настя, мы тебя ждем, мы тебя ждем в Турции, у тебя есть все шансы. Конечно же, поздравляем нашу милую, добрую Танюшу Коснудинову. Это лидер структуры, в которой постоянно открывается новое звание. Это Казахстан, Бастау, старший вице-директор, 19%, структура от двух тысяч баллов. Это Татьяна Коснудинова. Молодец, Танюша! Танюша столкнулась с рядом семейных проблем, но не сдается. Танечка, желаю тебе огромной силы, желаю тебе, чтобы все у тебя было хорошо, желаю, чтобы все было нормально, чтобы все твои мечты сбывались и, конечно же, желаю поскорее статуса директора и драгоценного директора. Танюша, конечно, золотце у нас. Итак, всех лидеров поздравляю. Это были пять новых топ-лидерских заявки и три новых заявки вип-статуса. Это круто, потому что первый каталог все равно как-то где-то смотришь, в других чатах, в региональных чатах кто-то пишет, у нас падение, могли бы акцию сделать лучше, еще что-то. А я вот так сижу и думаю, куда же лучше. Наши растут, наши молодцы. Да, то есть сам лидер, какой лидер задает темп, так команда и откликается на рост. Понятно, что если у вас в команде вялые отношения, если вы редко в своем лидерском чате переписываетесь, то надо два-три каталога, чтобы, да, и новое вливание новых лидеров, будущих директоров в вашу структуру, тогда только чата живет. Да, то есть я думаю, вы мой намек поняли, да, почему кто-то растет быстро, да, потому что он идет на позитиве, на выручке команды, да, вот. А кто-то, вот у кого чаты поскромнее, там мало пишут, конечно же, растут помедленнее, да. Ну вот, допустим, если взять пример эту же Танишу Гартингер, она разбудила всю свою команду, она сейчас там уже без нее желает доброе утро, но она все равно его желает, да, вот такая вот умница. Поэтому за всех девчонки рады. И, конечно же, честно скажу, растут больше на проекте, вот, на мой взгляд, вот за три года больше добрые и отзывчивые девчонки, независливые, которые умеют радоваться чужим успехам. Вот они и растут. Вот на самом деле это так. Браво, браво, бурные аплодисменты, всех поздравляю. Итак, и сейчас мы с вами разыграемся. Во-первых, мы с вами разыграем конкурс по скринам. Все вы, наверное, уже видели скриншоты. Вот, так, сейчас я вам скину ссылочку. Ой, так, минуточку. Да, это на самом деле так. Единство, дружба команды. Вот кто бы что ни говорил, оно именно из-за этого и работает. Именно вовремя поддержать лидера. Если вы видите, что лидер там, допустим, запутался в какой-то акции, чем быстрее вы ему поможете, тем быстрее он освободится от этой проблемы и тем быстрее он пойдет дальше вперед. Ну что ж, включаю демонстрацию экрана. Сегодня я не буду рассказывать про правила. Если нужно, я вам обязательно их вышлю опять-таки в чат, как выслала их позавчера, если вы хотите в чат структуры кононовых обязательно. Вот, а сейчас мы с вами разыграемся. Значит, я включу генератор чисел. Прямо при вас набираю генератор чисел. Enter. Захожу в первый попавшийся. Его, наверное, рекламируют, потому что он нам постоянно попадается. Так, сколько же у нас с вами участников? Смотрим. У нас с вами 78 всего лишь участников. Вот, удаляем и остается 77. Вот это вот значит скриншот мы с вами удаляем. Да, то есть, что это за розыгрыш? Давайте вкратце с вами об этом все-таки поговорим. Это люди, которые забирают объемную скидку своей структуры и делают 50 баллов. И между людьми, которые делают 50 баллов, мы с вами разыгрываем 3 приза, 3 денежных приза. Вот, в принципе, вкратце. Итак, 77 человек участвует. И будем смотреть сейчас, кто у нас с вами выиграл. Так, и, конечно же, победители обязательно, обязательно от 1 до 77, потом мне высылайте фото. Так, от 1 до 77. Так, получается три случайных числа сгенерировать. Так, это 54, 29 и 56. Вот неудобный генератор, да? Надо, чтобы поудобнее был, ну, чтобы по порядку цифры ставил. Давайте сейчас найдем с вами примерно 29. Он Владиславовна. Так, 707. Поздравляем. 661, 177. Акбасова. Так, Акбасова Ирина. Умница. Далее. Так, ой, минутку. Не туда зажила. Извините. Так, далее, значит, 54. Номер 54. Кто у нас там с вами? Так, 43. Все уже, наверное, посмотрели, я опять самая последняя, да? Воронкова Мила. Поздравляем Милу. Огромная молодец, что выложила скриншот. Вот так вот. Кстати, мне очень многие после розыгрыша пишут. Ой, я не думала, что я выиграю. Так здорово, так классно. Вот. Так, ой, это мне маникюр пишет. Прошу прощения. Так, и номер 56. Так, 55, 56. Александр Фомичев. Поздравляем Сашу. Ну, все. Скрины у нас с вами разыграны. Огромные все молодцы. Я не знаю, куда я убегаю. Меня слышно, дорогие коллеги? Хорошо ли меня слышно? Все, все. Тогда больше не останавливаюсь. Скорее всего, что-то много, да? Вот, значит, что-то много наоткрыто у вас, Лариса, и из-за этого так получается, что я пропадаю. Итак, второй конкурс у нас с вами изюминка, да? Вот его правила. И третий конкурс у нас с вами будет мой рост. Их мы сейчас с вами, чтобы не включать два раза демонстрацию экрана, разыграем один за другим. Ну, конечно же, первый конкурс – это изюминка. Он очень простой. Если вы получаете какие-то призы, подарки, то вы можете про них создать видео или записью с экрана, или показать, что вот, к примеру, там, я не знаю, вот мне, допустим, по программе VIP Faberlic, да, вот такое вот досталось, да, или там по программе Faberlic Club, да, то есть там за 0 рублей там я взяла средства в подарок. То есть вот что-то такого, да, что-то типа таких конкурсов. Это что-то типа марафона, да, только вдобавок вы еще можете выиграть денежку, да, то есть приз за участие. Значит, давайте же с вами конкурс-изюминка. Рабочий стол. Запускаю демонстрацию. Всем ли видно? Поставьте плюсики. Да, смотрите. Значит, это есть на моем ютубе. Так, мистер оправдание. Прошу прощения, забыла зайти на ютубе. Это я, кстати, новичкам отправляю. Это реклама, да, то есть сейчас выйду на свой ютуб канал. Так, вот, все хорошо. Забыла, как вам даже сказать, взяла и вкладочку закрыла. Вот, сейчас быстренько перейдем на наш ютубчик и будем разыгрывать изюминку. Я вам вышлю ссылочки на плейлисты. Вот, значит, захожу в раздел плейлисты. И вот у нас с вами изюминка 9. Мой рост 6. Так, изюминка это 46 участников. Давайте сейчас вместе с вами посмотрим. Да, то есть вот тут вот сбоку сейчас будет, будет вот тут вот сбоку 46 участников. Вот они у нас с вами, да. То есть различные, различные видео. И это все компания Фаберлик дарит. Да, ну, конечно, очень приятно. Ну, что ж, давайте. Вот ссылочка на изюминку. После этого розыгрыша изюминка будет новая. А пока будем с вами по изюминке. В общем, будет 10 изюминка, да. Итак, у нас с вами 46 участников. Огромные все молодцы. И начнем участвовать, да. Так, значит, от 1 до 46. У нас, значит, 5 победителей будет случайных. И нажимаем сгенерировать. Вот как хорошо по порядку, да. Почти. Значит, 6, 7, 38, 40, 45. Так, давайте смотреть. Значит, под номером 6. Ирина Леднева. Ириночка, поздравляем. Ждем фотографии. Ждем фотографию твою в личку. Так, седьмое. Седьмое. Татьяна Ришка. Танюша, ждем фотографию. Молодец. Поздравляем. И 38. Далеко-далеко закинуло нас. Так, 38. Ольга Дерябина. Ольга, тебе практически каждый розыгрыш помогает выиграть. Знаешь, вот, наверное, твой внутренний позитив. Какая ты умница. Ну и, конечно же, участие в конкурсе. Ольга Дерябина. Так, 40. Наталья Умурзокова. 45. Так, 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 так. Наталья Никифоренко. Первый раз Наталья выигрывает Никифоренко. Поздравляем Наташу. Так, ну что ж, молодцы. И мой рост 6. Всего лишь 6 участников. Не знаю причины того, что так мало у нас в этом каталоге участников. Будем голосовать с вами. В чате я создам голосование. Будем с вами голосовать, оставлять этот конкурс или нет. Очень мало участников. Очень люди не любят пиарить свой результат. Хотя, сегодня мы об этом с вами и будем говорить, что драгоценный директор – это, в первую очередь, когда вы умеете не только рекрутировать, не только сопровождать свою структуру, но и самопиариться качественно, самопиариться много, всюду и везде. Без самопиара драгоценным директором стать очень сложно. Надо очень много работать. Хотя, вы можете освоить такую вот новую для себя профессию, да, продвижение бренда. Бренд – это и есть самопиар. Вот мой рост. Итак, 8 человек. 8 человек у нас с вами. 5 случайных будет победителей. Так, от 1 до 8 сгенерировать. Опа. Ладно, давайте 1 переиграем. Так, значит, 4, 5, 6, 7. И давайте еще 1 переиграем, да, человека. Так, от 1 получается до 8. Да, то есть и 1 число. Так, сгенерировать. 1, да, 1. Под номером 1. Так, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Ну что ж, пойдемте смотреть. Так, я надеюсь, все хорошо. Аллочка, тебя нет? Ну, пойдем в следующую тогда. Скорее всего, где-то я что-то пропустила, может быть. Не знаю. Но на следующий возьму, не переживай. Не переживай, даже не думай бежаться. Так, цифра 1. Анна Бочарь. Умница. Так, 4. Виктория Бордес. Поздравляю. У Вики свой пункт выдачи уже открылся в Молдове. Пятая. Валентина Табалевич. Постоянно Валентиночка участвует. Очень хорошо. Умница. Ждем ваши фотографии. Шестой участник. Елена Максимова. Молодец. Так. А вот Алла есть. Седьмой участник. Алла Гасанова. Аллочка, ты ж выиграла. Так, кто писал, что меня нет? Может, я путаю? Алла Гасанова. Алл, я тебя нашла, ты даже выиграла. Ну, ничего. Главное, что генератор тебя нашел. Поэтому поздравляю тебя с победой. Жду твою фотографию. Уже не первый раз у нас выигрываешь. Молодец. Да. Огромные молодцы. Поздравляем всех. Итак, значит, изюминка у нас выиграла Ирина Леднева, Татьяна Ришко, Ольга Дерябина, Наталья Умурзукова, Наталья Никифорова. Скриншоты у нас выиграла Акбасова Ирина, Воронкова Мила, Александр Комичев. Мой рост у нас выиграли Анна Бочерь, Виктория Бордес, Валентина Табалевич, Елена Максимова и Алла Гасанова. Огромные молодцы, что участвуете. Это очень-очень здорово. Это очень классно. Я за вас рада, девчонки. Вы вообще умнички. Итак, значит, вот у нас с вами конкурс изюминка, когда вы что-то снимаете интересное и это показываете. А конкурс мой рост, вот они правила. В принципе, когда начинаем снимать видео, мы представляемся, представляем проект, хвалим команду, хвалим своих вип-консультантов. Новое открытое звание от 3% и выше-выше. Рассказываем про количество регистраций в вашу структуру, балловый прирост, если его нет, можно пропустить. Иногда такое бывает, что, допустим, двухнедельный каталог идет спад, но мы в двухнедельный каталог наоборот лучше работаем и у нас получается с вами огромный приток людей в команду, потому что мы стараемся подтвердить уровень. Спад, он, я не знаю, 50 на 50 у всех бывает, поэтому ничего страшного в этом нет. Мне нужно из этого, во-первых, расстраиваться, переживать, еще что-то, как будто кто-то у меня на балконе поскребся. Я испугалась. К нам тут недавно птичка залетела на балкон. Еле выгнали, думали, убьется, пока выгоняем. Далее, посылайте Анне и Антону Кононовых, желательно, в Телеграме. И также вы будете участвовать в денежном розыгрыше. То есть разыгрывается 5000 рублей между пятью участниками по 1000 рублей на номер. Просто так, за то, что вы становитесь видеографами, вы можете еще и выиграть. И, конечно же, каждый каталог, плейлист будет новый, такой же, как изюминка, такой же, как скрины, такой же, как забыла, такой же, как мой рост. Викось, молодец, участвуй, побеждай. Будем рады еще раз тебя наградить. Самое главное, это, конечно же, наши с вами амбиции. Вот. То есть все. Значит, изюминка «Мой рост» закрытый. Сейчас тот, кто мне после вебинара начнет высылать ролики, то мы уже будем создавать изюминку «10» и «Мой рост 7». Ну и давайте же с вами поговорим о драгоценном директоре. Как же именно драгоценным директором стать? Потому что, конечно же, сейчас я буду вам показывать свою демонстрацию экрана. Вот. Для начала мы с вами, ну, я думаю, что более получаса у нас с вами это не займет. Тема, я думаю, важная. Прошел на нее только тот, кто именно хочет стать драгоценным директором. Кому это реально надо делать. Потому что, чтобы быстро стать драгоценным директором, надо делать много, чтобы получать хорошие выплаты. Так, в розыгрыше под номером 45 назвали Наталью Наталья Никифорова. А там Татьяна, да? Татьяна, хорошо. Спасибо огромное, Леночка. Выручаешь. Так. Татьяна. А то вот, вы знаете, у нас в структуре 35 тысяч человек, да? Как вы видели по объявлению, у нас такой мини-юбилейчик. И получается, что у нас есть и Наталья Никифорова, и Татьяна Никифорова. И мы могли бы и перепутать. Так, номер 45. Изюминка. Давайте я сейчас посмотрю. Изюминка 9. Номер 45. Татьяна Никифоренко. Да, точно, Татьяна Никифоренко. Все хорошо. Ага, спасибо огромное. Давайте я сейчас посмотрю. Может быть, она написала свой регистрационный номер. Изюминка Никифоренко Татьяна и проект Фаберик Онлайн. Я продолжаю демонстрацию показа. Бойкая, молодец. Хорошо снимает. Да, Танюш, твоя, да, получается? Здорово. Танюш, напиши в личку номер Татьяны и, пожалуйста, чтобы она выслала фото. Выслала фото, потому что выигрывает она впервые. Обычно те, кто впервые выигрывают, они даже и не думают ни о чем, ничего, потому что они вот такие, вот как вам сказать, ну не верят, что можно выиграть. А потом раз, а у них выигрыш пришел. Они так, неужели, 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 да? Вот. Поэтому вот всякое бывает, поэтому не забывайте. Итак, смотрите, у нас с вами сегодня будет просто разговор, кто такой драгоценный директор, да? Это директор, который идет уже от уровня золота, да? То есть в компании Фаберлик уровень серебряного директора не считается драгоценным. Вот это когда у серебряного директора два директора под ним и полторы тысячи баллов личной группы в бок. Золотой же директор, это уже три директорские веточки, да? И тысяча баллов в бок. Я думаю, что вот с этим вот все и связано. И давайте же посмотрим с вами, сколько зарабатывает директор. Я сейчас при вас зайду через демонстрацию экрана на свой рабочий стол, и мы с вами будем смотреть. Нужны нам такие выплаты или не нужны нам такие выплаты, да? Будете сопоставлять с тем, сколько вы сейчас зарабатываете и с тем, сколько вы можете зарабатывать на уровне золотого директора. Итак, всем ли видна демонстрация экрана, дорогие коллеги? Вот на тебе раз, я опять закрыла Фаберлик. Ну как же так? Открыла специально и закрыла. Ну давайте пока проверимся. Выплаты любые нужны, но не любых выплат. Вот хватит на ваши нужды, да? Для начала давайте же поговорим о ваших нуждах, какие у вас были мечты. Я понимаю, что это все у некоторых людей. Они свои мечты, как сказать, хранят. Да, все вот это вот. Боятся о них рассказать, дабы они, не дай бог, не сбудутся, еще что-то. Но вы знаете, тот, кто пришел вместе со мной, когда я была на 12%, на 15% и так далее, все помнят, как я говорила, что наша цель выбраться из долгов, наша цель это квартиру свою купить, наша цель это путешествовать везде, наша цель это помогать родителям, чтобы они нам помогали. То есть наша цель встать на ноги самостоятельно и быть как можно больше дома с родными и с близкими. Да, и вот вы знаете, когда прошло 3 года, у меня все сбылось. Да, все вы знаете, что мы ездим отдыхать несколько раз в год, да? Вот сейчас буквально 6 числа мы летим в Таиланд. Опять-таки, да. Все вы знаете, что мы купили пару квартир всего лишь за 3 года, да? Все вы знаете, что мы сейчас на самом деле помогаем своим родителям, они, они нам помогают. Это тоже очень прекрасно, причем мы помогаем обоим родителям и родителям со стороны мужа, так бровь чешется, и родителям с моей стороны, да? То есть и все мечты у нас были, если я сейчас об этом говорю так легко и просто, потому что я уже к этому привыкла. Я привыкла к свободе действий. Вот я захотела сегодня провести планерку и с вами повидаться, да? И я ее веду сегодня. А если бы у меня не было настроения, да, вот ее бы сегодня проводить, я бы ее не объявила, объявила бы ее, к примеру, на четверг, когда вебинар будет дневной, да? То есть и вы должны понимать, что свобода действий, она великолепна, и к ней, конечно, тоже нужно долго привыкать, да? Когда вы спите до скольки хотите, когда вы в мороз не идете на улицу, когда вы в ураган, там в дождь сильный, в грозу сидите дома, и вам не надо там бежать на автобус, на остановку, дрожать, бояться этой чертовой грозы, если честно, я ее тоже очень боюсь. И поэтому давайте же мы с вами сейчас войдем в личный кабинет и зайдем в мой личный кабинет и посмотрим, сколько же с уровня золотого директора золотые директора зарабатывают. Вот сколько зарабатывали мы. Что ж так долго-то все? Вот видите, я тоже нетерпеливая очень сильно, и вот если честно, в последнее время я стала намного терпеливой, намного рассудительной, и если честно, меня воспитывали мои новички, да? То есть они учили меня быть терпеливой. Итак, заходим в личный кабинет, личный кабинет, и вот тут вот у нас с вами есть раздел отчеты. Отчеты. Нажимаем и распечатываем информацию по личной группе. Нет, извиняюсь, распечатываем лицевой счет консультанта. Лицевой счет консультанта. Нажимаем «Посмотреть» и смотрим, когда мы смогли, сможем открыть золото, да? Вот открытый золотой, да? То есть это подтвержденный золотой директор, а тут вот открытый золотой директор, да? То есть получается вот с даты регистрации, 26.11.2014 год, вот как раз-таки мы открыли золото. Рубина мы открыли ровно за год, а золото мы открыли точно так же, как Танюша Рябинина, которую мы с вами обсуждали в чате, как это она открыла золото. Помните был разговор? Все ли помнят? Сейчас посмотрю. Всем ли видна демонстрация экрана, дорогие коллеги? У кого не видна F5? Видна, да? У кого не видна, нажимаете кнопочку F5, перезаходите, у вас будет все видно. Ага, поздравляю победителя. Ириночка тут Леднева. Молодец, ты выиграл в изюминку, если вдруг опоздала. Вот, ну и давайте же с вами продолжим, да? Лицевой счет консультанта, компания 14, 2015 года, да? Золотой директор, три директорские веточки получается. И сколько же он... Так, давайте я ее распечатаю, потому что так неудобно. Сейчас выкину ее быстренько в Excel, и там уже можно будет столбцами выделять. Раз, 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 вот так. Не хочет, а вот все. И вот смотрим, да? Вот, значит, первый раз уровень золотого, еще пока только открытого, неподтвержденного директора. На тот момент старшего директора я уже подтвердила и открыла золотого директора. Давайте смотреть. Да, то есть, если не считать премию, которая была 27,500 рублей, то золотой директор получает 29,600 плюс 30,383. Это единовременная премия. Вот тут тоже золотой директор. Тоже золотой директор. Да, то есть, тут уже вот видно голый его оклад. 65,453 рубля. То есть, это три директорские ветки. И давайте сейчас посмотрим с вами построение. Какое было построение на момент. Да, то есть, заглянем в кампанию 15, 2015 года. Если нас пустят. Вчера пускали, позавчера что-то меня не пустили. Итак, личный кабинет. Раздел «Моя структура». Раздел «Моя структура». Но так как все идет через демонстрацию экрана, будет медленно, но минутка внимания. Потом мы с вами немножко поговорим о теории. Детальный, значит, обзор по всем консультантам структуры. Да, так же, как все у вас в кабинете. И как раз можно найти вот этот вот год. Так, кампания 15, 2015. Так, кампания 10. Вот, да, то есть, момент, второй каталог золотого директора. Кампания 15, 2015. Применяем фильтры. Если получится. Да, то есть, тут показана только моя первая линия. Вот, как вы видите. Вот, открылось три директора. Было у нас три директора. Видите, они уже терминировались. Они не знали, что им отстроили. И такая вот была еще личная группа. То есть, смотрите, мы... Почему мы быстро вышли на следующий каталог на рубинового директора? Потому что у нас на тот момент уже подрастали директора. Вот, если взять с технической стороны, то это очень-очень легко. И просто... Ой, Анюта Атамась, ты еще тогда директором не была. Вот, да, вот мы только видим. Да, Анюта Атамась еще тогда была на 19%. Сейчас она уже серебряный директор. Круто. Да, то есть, и смотрим. Скоро, по-моему, Анюта уже рубинчик пахнет. Да, Рейхан Абдурахмодова сейчас рубиновый директор идет на бриллианта. А тут она еще на 19%. Да, то есть, вот видите, сейчас людей, которых мы поздравляем. Вот. И смотрите, как же оно все начинается. То есть, если обратить внимание, то вы видите, что у меня идет несколько параллельно примерно одинаковых веток. И потом идут две веточки. Да, одна поменьше, еще поменьше, еще поменьше. И самая-самая маленькая. Да, остальные это консультанты. У меня было 13 первых линий. Да, то есть, 13 людей в первой линии было всего лишь зарегистрировано на тот момент. То есть, как начинается уровень директора, да. То есть, если взять вот ПГО наоборот, да. То есть, вот таким вот образом он начинается. Мы открываем сначала одну ветку, ее начинаем вести. Потом открываем вторую, начинаем ее вести. И вот так вот потихонечку у нас с вами начинается статус. Да, то есть, сейчас очень много говорят регистрации только в первую линию. Да, то есть, очень плохо регистрировать людей в глубину. И вот это вот все начинается, начинается, начинается. Но вот что я вам хочу сказать. Если вы твердые, уверенные в своих намерениях стать именно драгоценным директором, зарабатывать эти деньги и все такое прочее, то вам нужно обязательно открывать минимально первоначально две ветки, да. Вот, и потом эти две ветки вести. И когда вы видите, что ваши первые две ветки вышли, допустим, на 9%, вы открываете третью ветку. Первые две ветки вышли на 12%, вторая, третья на 9%, вы открываете четвертую ветку, да. То есть, вы не даете оторваться, да. И то есть, раз в полгода вам нужно открывать примерно, вот если взять технические стороны, по одной веточке и их растить, растить и растить. И когда вы не будете бояться никаких маркетинговых разниц, потому что когда ваши ветки выйдут на уровень директора, да, на уровень 3000 баллов, вы будете зарабатывать абсолютно твердый 5% директорский бонус, как вы видите, да. То есть, вот этот директорский бонус. Если тут я получила 5% с 4000 баллов, то тут я получила, да, получается 5% ровно с 3000 баллов. А тут я получила по 4%, да, потому что лидер, да, это, кстати, моя сестра родная, вот. Она еще тогда тоже, как вы видите, не была директором, да. И получается, что я тут получаю по 19%. Поэтому, конечно, выгодно, когда вы выводите драгоценных, именно свою команду, вдохновляете, о своей команде запутитесь, чтобы они у вас поскорее вышли на директоров, понимаете. И причем неважно, в какой глубине у вас человек. Даже если вам кажется, что у вашего новичка отличный лидер, и он его хорошо обучает, все равно стимулируя своего новичка, вы вдохновляете и своих лидеров, да, то есть как можно больше нужно вести планерок о построении, о будущих выплатах и так далее, и так далее, да. То есть, как вы видите, золотой директор меньше, чем за год у меня открыт, да, Рубиновый за год открыт, да, то есть сейчас международный, старший международный открыт, да, две новых квалификации. Будем очень надеяться, что мы подтвердимся и получим премию по итогам уже этого периода за международного директора. Вот, то есть, как стать драгоценным директором? Да, Анют, так было приятно это все вспомнить. Кажется, что это было так давно, а вот прям все вспомнилось. Да, то есть, что получается? Получается то, что если вы поставили перед собой цель, и вы идете к ней, самое главное для вас – это рекрутирование и самопиар в скобочках бренд, да, то есть рекрутирование и бренд. Чем больше вы о себе рассказываете хорошего, чем больше вы поздравляете свои команды, тем больше ваш бренд развивается, да, то есть бренд, бренд, бренд. Да, то есть, когда вам говорят, развивайте бренд, там, говорите, ну, я не знаю про что там, да, про выпечку, про аквариум и еще про какую-либо, да, можно, можно это все делать, но это должно быть наоборот, немножко меньше, чем от своих результатов. То есть, я сейчас, вы заметили, я каждого своего новичка поздравляю. Да, я за них рада, но я понимаю, что, допустим, мои люди, которые живут, да, в поселке Мурыгино, пусть мы оттуда уехали, но они все-таки знают меня, у нас в поселке все друг друга знают. И они потихонечку начали мне писать, Аня, а вот это правда, а вот там у тебя новый топ-лидер, это правда, да, то есть они, видя ваш результат, тоже начинают идти ко мне. Вот что такое, самый пиар, вот что такое поздравление людей из своей команды, вот что такое проведение итоговых планерок, которые вам очень нужны. Да, то есть, вот смотрите, я вам сейчас, честное слово говорю, на этой планерке, что у нас не было прироста. Но разве же вы пожалели, что вы пришли на эту планерку? Нет, потому что у нас с вами есть новые уровни, новые звания, у которых есть приросты, мы за них радуемся, да. То есть, вам нужно научиться сейчас заботиться и радоваться о результатах своей команды, а не то, что, ага, я так не выросла, они так вон там выросли, да. Вот представляете, я бы сейчас сказала Лене Гориновой, ага, ты там выросла, а я так нет, ну и все, удалю тебя там с чата нафиг, да. Ну, представляете, вы даже такого представить не можете, что лидеры там, структуры могут такое сделать, там еще что-то, так ведь? Поэтому это, конечно, в первую очередь доброе, позитивное отношение к своей команде. И когда вы поймете, что вы должны рекрутировать не только одни, но и должен как можно огромное количество людей в вашей команде тоже включаться на рекрутинг, когда вы свою команду организуете именно на рекрутинг, то, понимаете, это здорово, это очень здорово, да. То есть сейчас вот как раз-таки пошли вот эти вот все YouTube-марафоны, да, то есть марафон по похудению, да, это полезно для здоровья, да, но это как влияет на рекрутинг, да. То есть если вы видите, что у вас мало регистраций в день, то вам лучше, конечно, всего от этого марафона ножки сделать и включиться в следующий марафон, да. Вот, да, Олечка, да, то есть вот умейте расставлять приоритеты. Когда мы с мужем стартанули в компании Фаберлик, я вам честно скажу, у нас две недели подряд был выключен холодильник, у нас в доме не было хлеба, мы кушали кашу на воде, мы варили гречу, да, обычную пустую. Мы месяцами уже на тот момент не ели мясо, потому что у нас пошли пени на кредиты, да, так как Антон остался без работы, а кредит был, мы его взяли, вот, и не смогли выплатить, потому что Антон остался без работы. Он уходил с одной низкооплачиваемой работы на другую более высокооплачиваемую, и там его не взяли, и тут вместо него уже взяли, да, и вернуться было некуда, и пойти было некуда. И пока вот он искал, вот, да, он полгода перебивался на подработках, и он до того наперебивался, что на самом деле больше тратил, мне кажется, на поиски денег, да, на дорогу, на всё такое, чтобы найти работу, чем зарабатывал. И у нас такая сложилась ситуация, что мы поджаты были очень сильно, и мы просто, как он даже сказать, с удвоенной силой стартанули. То есть, когда я начала работать, он мне не мешал, он гулялся с детьми и всё такое прочее, да, то есть, он мог сам кушать, приготовить, да, то есть, вот, мы прям всё на свете забыли, мы просто делали дело, да, общее дело, то есть, кто что мог, так, минуточку, кто что мог, тот и делал, да, то и делал. А потом Антоха включился в очень активную, в очень активный рекрутинг, и у нас начало получаться ещё лучше, да, все вы знаете, что с уровня старшего директора, он очень много уже рекрутировал, очень много помогал. Скажите, пожалуйста, прояснилось ли у вас что-то в голове, потому что именно уровень драгоценного директора, это только веточное построение, если вы хотите его открыть быстро. Когда вы тянете ветку одной за одним, то уровень драгоценного директора полностью зависит от вас, от вашей внимательности, от вашей включаемости в работу, то есть, если у вас есть результат, там, допустим, две регистрации в день минимально, то это очень крутой результат, да, то есть, ну, как, один день может быть четыре регистрации, потом два дня может быть не одной, да, то есть, ну, всякое бывает, это периодами, это нормально, то они есть, то их нет, у нас было всё точно так же, вот, и что хочется сказать, вот сейчас к нам на бренд идёт примерно 20-30 человек в каталог, они просто так к нам приходят, регистрируются, вот, и хочется сказать, что мы уже давным-давно не рекрутируем вот так вот плотно, да, то есть, вот, допустим, ну, и что, говорит, у меня не получается рекрутировать, а он говорит, да что такое, говорит, залазит, допустим, в одноклассники, открывает свои старые рабочие странички и начинает с них сидеть, там, работать, и у него, на самом деле, на второй, на третий день появляются регистрации, да, то есть, он говорит, да неправда, идёт народ, всё хорошо, я, говорит, вон, в группе по кулинарии работаю, да, то есть, вот, как бы таким вот образом и выстроилась наша структура, что мы видели цель и не сворачивали, видели цель и не сворачивали, и, конечно же, драгоценный директор – это ветки, это ветки, это обязательно ветки, и никак по-другому, только ветки, да, то есть, ну, конечно, в итоге вас ждёт огромные зарплаты, на данный момент мы зарабатываем более 600 тысяч русских рублей в месяц, в каталог 400 с чем-то, вот, это, на самом деле, большие деньги, я могу их вас научить зарабатывать, но если вы, конечно, не будете вот так вот, там одного директора послушать, тут другого, там директор третье обучение создал, везде кто-то куда-то бегает, кто-то куда-то разбежался, и в итоге получается, что нету какого-то единого мнения о правилах построения, нет единого мнения о правилах роста, нету ничего, и в итоге люди плавают, да, вместо того, чтобы там за 4 месяца выйти на 30 тысяч, да, за год там, допустим, выйти на 100 тысяч, так, сколько я через год зарабатывала, чтобы не быть голословной, дайте-ка я посмотрю сначала, значит, вот рубиновый, рубиновый директор, вот, значит, это ровно год моей работы, ну, 89 тысяч, да, вот смотрите, на второй каталог рубиновый директор уже 95 тысяч, и третий каталог, тоже рубиновый директор, но личная группа подросла уже 105 тысяч, да, то есть, получается, за год и два каталога, я вышла на доход 105 тысяч рублей, ну, я думаю, что это хорошо, и это нормально, и на самом деле я гнала только ветками, да, то есть, как вы видите, на 12% я зарабатывала 3900 рублей, это получается, что это построение, это были ветки, да, то есть, 19% лидер, который строит под себя в первую линию, он зарабатывает 11 тысяч рублей, как вы видите, да, вот 19% в 17 тысяч рублей, ну, это раз в три каталога, сами понимаете, да, вот тут 19% уже 19 тысяч рублей, то есть, ширина начала расти, мы начали отстраиваться от тех веточек, да, то есть, и вот первый уровень директора, на уровне директора, с веточным построением, да, как вы видели, на уровне золота у меня было открыто всего лишь 11 веток, которые, три из них были неактивны, у меня зарплата 31 тысяча рублей каждой три недели, да, то есть, ну, получается, в месяц, это, в принципе, не особо-то и мало, 31 тысяча, мы умножаем на, получается, 18 каталогов и делим на 12 месяцев, да, получается 46 тысяч, ну, сейчас 3 тысячи примерно пенсионной, да, то есть, 43 тысячи рублей на руку, да, уже директора мы открыли за 5 месяцев активной работы, да, то есть, 5 месяцев активной работы, старшего директора мы открыли ровно за полгода, старший директор, это уже, видите, 36, 34, 37, да, то есть, вот, 45 есть, 50 есть и так далее, да, тут уже, вот, видите, директорские бонусы пошли, потому что у меня уже открылся один директор структуре. Дашенька, самый пиар – это бренд, когда ты все позитивное, что с тобой происходит, рассказываешь во всех соцсетях, да, то есть, смотри, у тебя открылся новый вип-консультант, ты по всем соцсетям, по всем группам его поздравила, у тебя открылись 15 новых трехпроцентников, по всем соцсетях ты их поздравила, да, то есть, вот это называется самый пиар, вот недавно, да, я сейчас не жалуюсь, потому что все закончилось отлично, все закончилось просто замечательно, я, как даже сказать, пошла на балкон закрывать окно, и окно у меня выпало, просто выпало с девятого этажа в сугроб, я была в таком шоке, и, вы знаете, это просто не описать, понимаете, я смотрю, оно летит, оно долбнулось, как бы, об антенну, и вот так вот красиво-красиво на третьем этаже разлетелось такими, такой грудой осколков, вы знаете, что я подумала, мне повезло, что внизу никого не было, мне повезло, что я среди зимы ночью не, да, конечно, халтурщики, что, что ж поделаешь, да, мне повезло, что я никого не оставила без тепла посреди зимы в минус 20, мне очень это повезло, и мне повезло, что я сбила антенну, которая вообще этому человеку не нужна, и я считаю, что мне повезло, и я этот пост запостила в инстаграме и запостила вконтакте и в одноклассниках, понимаете, нужно становиться, быть интересными, да, сегодня я, допустим, поздравила вот Танюшу Гартингер, да, нового вип-консультанта, да, то есть поздравила еще одного вип-консультанта, обрадовалась, что у меня в структуре появился самый первый в моей структуре серебряный вип-консультант, это круто, да, то есть я это поздравила человека, да, ну посмотрите мою ленту, посмотрите мой инстаграм, на самом деле он хорошо дает регистрации, да, то есть если мне нечего постить, я вспоминаю те места, где я была, создаю клип, и этот клип пускаю, что вот, допустим, я там соскучилась по теплым странам, или там спасибо, дорогие коллеги, что приехали ко мне тогда-то, тогда-то на встречу, да, девочки пишут, приезжай еще там, что-то типа этого, вот, понимаете, постоянно, ну примерно 2-3 поста в день, да, то есть и обычно говорят, что хэштеги нельзя в текст вшивать, я вшиваю, и в принципе они работают нормально, но вас как учат, вы тоже пробуйте, обязательно пробуйте, да, то есть я очень много хэштегов вшиваю, потому что я посмотрела, что самые раскрученные YouTube, как сказать даже, самые раскрученные, самые брендированные странички на Инстаграме, там вообще нет ни единого слова обычного, там все хэштегами говорится, и я решила так попробовать, но я пока не знаю, какой будет выхлоп, но у меня прям все хэштеги сплошную. Давайте я сейчас вам скину свою страничку в Инстаграм, в Инстаграме, молодец. Какая я умница, вышла, меня слышно, меня видно, дорогие коллеги. Да, я нажала не туда, прошу прощения. Слышно меня сейчас? Все, вот смотрите, ссылочка примерно на страничку в Инстаграм, можете за ней немножко понаблюдать, можете немножко посмотреть. Вот, и вот вы знаете, мне очень понравилось вот именно вот такой путь самопиара, очень-очень-очень интересный он, но как вы видите, я пиарю там уже результат, 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 результат. Да, то есть если вы на 6%, вы можете пиарить своих 3% лидеров, да, то есть показать свои выплаты, не бойтесь их показывать. Да, есть, допустим, вы на 9%, да, то есть вы уже лидер, вы на 9%, у вас уже есть там зарплата и при правильном построении, да, то есть мы вас учим иметь минимально 2 веточки, то у вас, конечно же, уже зарплата есть, у вас есть лидеры 6%, у вас есть лидеры 3%, и развивать свой бренд с самого начала, это очень-то даже и нелегко, да, можете созваниваться со своей командой или встречаться в вебинарных комнатах, да, уже начиная с 9% это можно делать легко, да, то есть вы становитесь лидерами своих структур, у вас и статус-то лидер, да, вы понимаете, у вас и статус, даже компания вас сама, компания лидером вас окрестила. Зависла. Зависла я? Нет. Девочки, меня слышно? А то я, может, сама с собой говорю. Нет, всё хорошо, да, всё, спасибо. Наташа, у тебя рука на пульсе, да, сразу же отвечаешь. Вот, а то пишут, зависла и тишина, и я понять не могу, зависла всё-таки или не зависла, развисла, да. Вот, то есть вот такие вот моменты, и я вас сейчас очень прошу позадавать мне вопросы, все вопросы, которые непонятны, потому что планёрка для этого и создана, не только для радости, но ещё и для стремления вверх. Если у вас какие-то вопросы, скажите, пожалуйста, было ли вам полезен наш с вами обычный простой разговорчик. Можно сделать в картинках, можно каждую картинку отдельно поздравлять текстом, да, то есть вот это очень-очень важно. И обязательно, конечно же, вот мы сейчас разговаривали недавно с девушкой Мариной, не знаю, захочет она, чтобы я её фамилию называла, да, то есть она снимает хорошее видео на изюминку. И в этом каталоге она не сняла видео «Мой рост», вот, и я вижу, что у неё есть уже отличные задатки видеографа, я вижу, что у неё уже всё... Ксюш, у меня странички были после прошлой кампании, вскрывать не буду. Были после прошлой кампании, да, у меня было 50, 100 страничек в соцсети «Мой мир», «Мой мир», и я там активно работала, и поэтому у меня было очень-очень много страничек, было очень много страничек, честное слово. Но создать их несложно, смотри, за первый день ты создаёшь по одной страничке в каждой соцсети, на второй день опять-таки в каждой соцсети, а это 4 сети сейчас можно создавать. Дашь одновременно. Одновременно. Вот смотри, да, то есть я, допустим, создала видео, да, и у меня в телефоне есть и YouTube в бит, есть и YouTube, и Instagram, да, то есть смотри, я в Instagram, допустим, нажимаю любой пост запостить, так, я не знаю, что я и запощу, минутку, да, то есть я сразу же им делюсь везде. Также у всех есть, наверное, вот такие автоматические программки, на которые не надо время терять, да, то есть я захожу в раздел фото, раздел фото, и нажимаю какие-нибудь периоды, да, допустим, вот у меня Казань есть, Киров есть и так далее, да, и допустим, я не знаю, что мне сегодня запостить, и я, к примеру, могу взять и создать клипчик, да, то есть вот давайте, давайте, вот смотрите, и он мне сам создает этот клипчик, и я на этом клипчике спокойно могу его выложить, что у меня было, да, тут я лежу в маске, да, то есть все подряд плохо видно, да, а, коротко, так, минутку, сейчас тогда сделаю другое, да, то есть, ну вот, к примеру, этот же Татарстан, как мы гуляли, то есть я чего на компьютер, с компьютера налью, да, я не знаю, что это за приложение, оно само ко мне прилипло, это на айфонах оно такое, да, и оно само мне создает, а я только статус придумываю, видите, сам, вот, я выгружаю, и сразу же могу нажать на YouTube выгрузить, и сразу могу нажать выгрузить в Instagram, а потом я с этого же приложения могу тут же нажать, да, то есть вот видите, я тут выбираю, да, с кем поделиться, тут же могу выгрузить, ой, минутку, ой, ничего не видно, да, тут же вот видите, одноклассники могу выгрузить, в Telegram могу выгрузить, да, могу выгрузить сразу ВКонтакте, то есть вот так вот, это воспоминания в фотох айфона, да, но может быть, да, воспоминания, может можно даже такой же там на Android сделать, может быть что-то можно, да, то есть, ну, или в принципе, любую вот программку можете установить, да, вы погуглите в интернете, да, к примеру, там программы, там, да, или вы можете на простой киностудии выгрузить, да, на компьютере, да, на простой киностудии вы выгружаете в, допустим, картинок 10 штук, да, прошиваете их музыкой и все, это тоже 3 минуты будет делаться, это уже очень быстро, да, то есть вот киностудия, она самая легкая, она точно такое же делает, она также грузит, да, вот, и вот такие вот клипчики очень хорошо работают, да, они интересные, команда вас смотрит, да, то есть вы становитесь интересными, да, и, конечно же, о личной жизни, о личной жизни многое там, не рассказывайте какие-то там свои сокровенные проблемы, да, проблемы никого не интересуют, люди тянутся за счастьем, люди тянутся за успехом, люди тянутся за деньгами, люди тянутся за легкостью, вот вы должны создавать этот эффект, что вы богаты, что вы счастливы или еще что-то, да, то есть, как вам сказать, да, вот этот же пример с окном, да, один болт знает, что я почувствовала, когда это окно летело, и у меня после этого даже голова целый час кружилась, и я вот сидела, думала, слава богу, я никого не сбила, слава богу, я никого не сбила, потом мужу вынесло мозг, говорю, вот ведь от сумы тюрьмы, не зарекайся, там, знаешь, все попало, все, что попало, перебрало, но я все эти причитания, конечно же, оставила за кадром и написала только хороший конец, поняли? Да, чем вас везде больше, тем лучше, но не перебарщивайте, не более пяти статусов в сутки, не более, не более, ну и, конечно, хэштеги пробуйте разные, вот меня сейчас по хэштегу Кононова начали Кононовы ко мне структуру регистрироваться, тоже, конечно, интересный факт, да, то есть, с миру по нитке и понемножку, да, то есть, да, тем более у тебя хороший полноценный результат, директорский, да, у тебя уже такая огромная структура, да, у тебя уже директор есть в твоей команде, да, Наташа, и получается, что ты уже руководитель руководителей, да, как бы, и ты тоже можешь эту тему уже разыграть, что в твоей команде вырастают сильные лидеры, вот такие вот, как Наташа Анисимова, ведь это все, понимаешь, и вот эту тему надо развивать, да, то есть, вот сегодня я там со своим, допустим, любимым директором, Наташенькой Анисимовой, создавала какую-нибудь планерочку, да, то есть, эту планерочку вы можете посмотреть на моем YouTube-канале, допустим, мы вели ее вдвоем, да, то есть, объединились, провели обеим польза, да, обеим пиар, да, то есть, вот это вот очень интересно, да, то есть, нужно все время себя продвигать, и самопиар, ваш самопиар, он должен быть агрессивным, он должен быть очень агрессивным, он должен быть очень таким, не в плане чувств агрессивным, а сильным, постоянным, 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 да, вот давайте вспомним тот момент, когда я начала через день проводить вебинары по полтора часа через день, да, то есть, что получилось, получилось то, что я все время мелькала на YouTube, я все время мелькала на ютубе я постоянно была и там и тут и везде да и причем между проведенными вебинарами я отвечала видео ответами да вот к примеру новички не могли найти как поменять почту да в разделе на сайте фаберлик я не искала видео по чатам я собирал я снимала видео и кидала в чат и шла дальше да то есть мне было проще снять видео вот тот кто держит руку на пульсе до такой степени что вам проще снять видео чем руководятся где-то искать вот тогда вы вообще будете отступать кинем то есть вот вчера мне в чате спросили как сделать что то сделать я взяла открыла и это а я взяла открыла официальный сайт фаберлик и и рассказала что в ней как найти ка какие акции какие где акции найти смотрю уже 200 просмотров то есть как бы кто заходит на ваш ютуб и начинает вас оценивать он видит что вы все знаете у вас есть результат это очень важно вы зарабатываете у вас есть люди которые вышли на уровне да то есть это очень важно да как лидера выбирают выбирают по тому что в вашей структуре а если вы это не пиарите как они это узнают они пойдут к тому кто это делает понимаете понимаете когда вы скромничаете и боитесь о чем-то похвастаться вы теряете вы теряете своих людей потому что другие это не скромничают вот и все вот так просто стать драгоценным директором ну вы знаете я может быть даже слегка и заболела результатом уровнем когда открылся уровень директор я поняла что я денежно стало свободнее да то есть на третий каталог с момента открытия мы уже рассчитались всеми кредитами мы купили новую стиральную машину на четвертый каталог мы купили ой как ноутбук мне да то есть отдельный ноутбук да то есть и вот это все как вам сказать оно меня подстегивал и я рассказывала как я купила ноутбук я рассказывала как мы купили машину я это рассказывала на вебинарах да то есть грубо говоря я была так рада я была тогда вдохновлено этим результатом да что я грубо говоря хвасталась да но хвасталась как мне хотелось чтобы мои люди тоже захотели столько же зарабатывать если вы допустим напишите хоп я на свою зарплату купила новую машину а вы нифига купить не можете да и сидеть там вот так вот так как вы будете вот так да то что получается получается что вы сейчас как бы сделаете плохо и от вас лидеры наоборот отвернутся да а если вы скажете девочки дорогие как классно работать дома без начальника понедельника будильника в официальной компании да то есть и по и покупать бытовую технику в дом давайте все будем рекрутировать давайте все дискооперируемся давайте будем да то есть вдохновляйте свою команду вот такими мелочами для вас это мелочь а для вашей команды это показатель вот мне недавно написала девушка после моего панста в инстаграме как выиграть стиральную машину я стираю вручную про себя я конечно подумала господи каменный век человек стирает вручную а у них на самом деле нету денег это в каком же она моральном положении я и пишу я вам не только могу помочь заработать на стиральную машину но я на квартиру помогу заработать и на машину помогут свою заработать данную вот эту вот которая ездит да то есть данансе я помогу давайте с вами начинать регистрироваться обучаться все такой я все было хорошо бацанада регистрирована да то есть applications бывает такой регистрация сорвалась ну ничего страшного да то есть он а мне говорит то Ну, хоть мне немножко скажите, там, расскажите. Я ей послала, ну, все равно не могу же, я так человеку пообещала, бросить открытые вебинары со своего ютуб-канала, там, собраны разные директора. Я ей послала эту ссылочку, говорю, вот, посмотрите, пожалуйста, пообучайтесь. И человек благодарен, да, и, в принципе, я считаю, что добро, оно тоже возвращается. Когда вы делаете добро, добро к вам всегда возвращается втройне, да, то есть если вы жаждете, чтобы ваши люди росли больше, чем жаждете своего роста, да, вот когда мы начали расти, мы свой рост, мы так не хотели своего роста, как хотели роста своих людей, да, почему? Потому что, ну, это гордость, да, я научила, я помогла, у него получилось, а тут вот в его результате есть частичка меня, да, это очень важно, это приятно, да, воспринимать, что в результате ваших людей есть ваша частичка, да, то есть всегда старайтесь тянуть своих людей выше, лучше, да, вот. Поэтому, ну что ж, мы с вами уже сидим полтора часа, девчонки, дорогие, если вопросы, тема очень, как бы, как вам даже сказать, серьезная эта тема для топ-лидеров, я бы так сказала, но почему-то вот новички мне постоянно говорят, Аня, вот вы говорите все, директор, директор, а мы хотим сразу на драгоценного пойти, А как обойти простого, стать драгоценным? Я говорю, ну, обойти никак, но можно очень быстро открыть драгоценного. Да, я тоже не заметила, смотрю, запись идет 0.1.24 уже, думаю, все, пора закругляться. Да, самое главное, приоритет, это рекрутинг, самопиар, и вот как раз в самопиар входит и проведение планерок, и поздравления новых уровней, и так далее, и так далее. Ну что ж, тогда я останавливаю запись, дорогие мои, если у кого-то есть какой-то вопрос, я вам обязательно отвечу. Желаю всем только роста, только удачи, только везения, только во всем вдохновения. Желаю вам видеть рост, видеть цель, видеть рост не только свой, но и рост своих любимых, дорогих новичков, которые скоро в вашей структуре станут директорами, да, драгоценными директорами. И, конечно же, самое главное, верьте в себя, в компанию и в проект. Мы же, в свою очередь, сделаем для вас все, что требуется, лишь бы у вас хватило сил и амбиций сделать свою структуру, а потом, грубо говоря, отдыхать, да. Вот, ну что ж, всем пока-пока, всех целую, всех поздравляю. Клип мы с вами не засмотрели, я его сейчас включу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok